В чем разница между раскрытием существования, которое управляется Творцом, и между свечением, которое мы получаем от Творца? В самом деле, у нас всегда есть связь только с Творцом. Нет никого, кроме него, нет чего-то, что удерживало бы нас в мироздании. Даже когда мы раскрываем наше существование здесь, в этой жизни, в нашем мире, в семье, в обществе, в человеческом социуме, в галактике, во всём, что есть, это тоже проявление Творца относительно нас, только в очень слабом виде и скрытом. Потому что нет никого, кроме него. И насколько мы стараемся прийти к его свойству, к отдаче. Если мы входим в свойства отдачи, то есть в лишма, то в такой мере мы начинаем ощущать его тоже, как корень того, что мы ощущаем. И так мы растём. То есть насколько мы хотим уподобиться ему, и эта причина приблизится к нему, то есть условия приближения к нему, то в этой мере мы раскрываем, что он является корнем всего, и нет никого, кроме него. И это ощущение называется вера. И тогда, согласно увеличению веры, увеличению этого ощущения, когда мы чувствуем корень, один, единый, единственный, добрый, творящий добро всем, это ощущение уже продвигает нас к нему всё больше и больше. Вот теперь то, что нужно не забывать, что все всегда чувствуют только Творца. Только на разных уровнях, скрытия или раскрытия. И это уже зависит от человека, насколько он развивает свои килим, чтобы ощутить источник реальности. Продолжение следует...